МИМОЗОВ АХРУДИНОВА Имеет 20-летний опыт подготовки школьников к различным видам экзаменов ОГЭ, ЕГЭ, вступительным испытаниям в ВУЗы. Ну а я в свою очередь напоминаю, что мы будем ждать ваши вопросы в нашем инстаграм-аккаунте КФУ. Здравствуйте, Мимоза Тимуразовна. Добрый день, добрый день, ребята, уважаемые абитуриенты. Меня зовут Фухрудина Мимоза Тимуразовна. И сегодня мы с вами поговорим о тех основных изменениях, которые произошли в ЕГЭ по русскому языку в 2022 году. Хотелось бы начать с первого слайда. Этот слайд посвящен важному этапу в школьном образовании. Мы говорим о том, что в 2022 году заканчивается переход образования на новый федеральный государственный образовательный стандарт третьего поколения. Вот, по возможности, мы сейчас увидим его. Да? Увидели? Вот, значит, прописаны здесь сроки перехода. Ребята, мы говорим о том, что ЕГЭ по русскому языку в 2022 году претерпел изменения. Давайте посмотрим те основные изменения, которые произошли. Я обозначила их в шести пунктах. Посмотрите, первый пункт называется так. Из части 1 экзаменационной работы исключено задание 1, проверяющий умение сжато передавать главную информацию прочитанного текста. Вместо него в экзаменационной работы включено составное задание, проверяющий умение выполнять стилистический анализ текста. Пожалуй, это основное такое важное изменение в структуре ЕГЭ по русскому языку, и мы о нем обязательно поговорим чуть позже подробнее. Второе изменение – это изменена формулировка, оценивание и спектр определяемого языкового материала в задании 16. Тоже разберем на примере. Здесь, забегая вперед, хочу сказать, что это задание оценивалось у нас в 2 балла. Теперь это задание оценивается в 1 балл, и чуть позже я скажу о том, как же изменилась разбаловка за всю работу. Третье изменение – это расширение языкового материала, предъявляемого для пунктационного анализа в задании номер 19. Тоже разберем это на примере. Четвертое изменение – уточнены нормы оценивания сочинения объемом от 70 до 150 слов. Вы все прекрасно знаете, что в 27 задании нужно написать сочинение, объем слов минимум 150. Но сейчас мы говорим о том, что работа объемом от 70 до 150 слов будет тоже оцениваться. Здесь мы говорим об уменьшении количества баллов. Там по орфографии и пунктуации будет выделяться по 2 балла, а не по 3, как за работу от 150 слов. Напоминаю, что сочинение, которое содержит менее 70 слов, оценивается нулем баллов. Следующая особенность, следующее изменение, пятое – это изменен первичный балл за выполнение работы с 59 до 58. И это, знаете, отсылка ко второму заданию. Если 16 задание раньше оценивалось 2 балла, а сейчас в 1, то, соответственно, и первичный балл он тоже стал меньше. Было 59 баллов, стало 58 баллов. И последняя, шестая особенность. Это даже не особенность, это, так скажем, наблюдение, что все задания экзаменационной работы отнесены к базовому уровню сложности, по словам Арины Петровны Цибулько, которая, я думаю, всем вам прекрасно известна. Теперь давайте посмотрим структуру работы. Следующее, посмотрите, работа пишется 3,5 часа, а тут ничего не меняется. Мы говорим о том, что общее время выполнения 210 минут. Мы говорим о том, что работа состоит из 26 тестовых заданий, и 27 задание – это сочинение. Здесь вы видите основную тематику заданий. Обратите внимание, первое, второе, третье задания выполняются по микротексту. И вот первое задание, оно как раз-таки изменилось, да, и оно теперь стало, оно сейчас посвящено стилистике. Оно так называемое лингво-стилистическое задание, новое. Дальше, посмотрите, пожалуйста, 4, 5, 6, 7, 8 задание – это задание, посвященное нормам устной речи. Это и орфоэпи, это и лексика, и грамматика, да. Седьмое задание посвящено морфологическим нормам, восьмое задание посвящено синтаксическим нормам. Далее мы проверяем знания орфографии и пунктуации. Задание 9, 15 проверяет знания основных орфограмм русского языка. Задание 16, 21 проверяет знания основных пунктограмм. Попозже тоже скажем, я думаю, об этом. Далее выпускник читает макротекст, по которому выполняет тестовые задания. Тестовые задания с 22 по 26. Эти задания готовят ребенка к тому, чтобы он потом написал сочинение в номере 27. Поэтому, выполнив эти задания, мы переходим непосредственно к сочинению в задании номер 27. Называется это задание информационная обработка текста. Вот это структура всей работы, которая, если у вас вызовет вопрос, вы, соответственно, можете спросить меня по заданиям отдельно чуть позже. У нас сейчас в Инстаграме поступил такой вопрос. Давайте. Будут ли изменения какие-то в КИМах 2021-2022 года? Вот как раз об этих изменениях как раз-таки указано на предыдущем слайде. Да, изменения будут. И это три основных изменения. Это задания первое, шестнадцатое и девятнадцатое, ребята. Первое задание лингво-стилистическое. Шестнадцатое задание у нас теперь проверяет, оно на самом деле то же самое. Пунктуацию при однородных членах и пунктуацию в сложносочиненном предложении. Но здесь мы выбираем два или три или четыре варианта ответа. Соответственно, получаем только один балл, а не два, как было заранее. Ну и девятнадцатое задание в КИМе изменилось. Там расширился материал, который проверяется. Попозже я об этом скажу. Хорошо. Продолжаем. Да, продолжаем. Посмотрите. Здесь на слайде указаны те ресурсы, которые вы можете найти на сайте ФИПИ. Мы говорим о том, что, естественно, в начале года всех интересует демо-вариант, в котором вы можете найти основные изменения ЕГЭ. Это демо-вариант. Это навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ. Это спецификация и кодификатор. Обычно эти документы интересны преподавателям, а не ребятам, да, потому что там прописана теория, и по факту, конечно, эту информацию читают обычно преподаватели. Но вот то, что будет ребятам вам однозначно интересно, это, конечно же, открытый банк заданий. И рекомендую вам, естественно, обратить внимание на словарик паронимов ЕГЭ и на орфоэпический словник. Орфоэпический словник, напомню, вам нужен для выполнения задания номер 4, а словарик паронимов для успешного выполнения задания номер 5. Плюс методические рекомендации для учителей. Всю эту информацию можно найти на сайте ФИПИ. Пожалуйста, обращайтесь к этому ресурсу. Какой демонстрационный вариант соответствует действующим все-таки уже на экзамене? Соответствует, естественно, соответствует, потому что демо-вариант – это лицо экзамена, и те примеры заданий, которые там приводятся, они по аналогии будут представлены в ЕГЭ. Поэтому демо-вариант мы всегда очень изучаем тщательно, особенно первое время, когда еще не вышли вот эти толстые сборники с вариантами, и мы изучаем демо-вариант вдоль и поперек. Потом, когда уже выходят сборники Цибулька, Сенины, мы расслабляемся, у нас есть 36 вариантов, и мы начинаем их прорешивать. Поэтому первое время, конечно, демо-вариант – это тот основной документ, который интересен всем. А вот хотелось бы еще спросить про пробный экзамен по русскому языку. Уже какие-то результаты были? Вы разбирали или только вот он прошел? Пробники проходят в школах, обычно это бывает один пробник осенью, например, во второй четверти, и один пробник бывает весной. Тут они обычно проводятся массово во всех школах, да. И вот по пробным ЕГЭ уже можно, конечно же, найти те слабые моменты, которые у вас есть. Обычно, знаете, если западает орфография, то она западает вся. То есть эти задания с 9 по 15, они часто страдают у детей. И почему? Ребята, если вы вспомните школьный курс русского языка, 5, 6, 7 класс, мы изучаем с вами орфографию и морфологию. Морфология, частеречное принадлежность слов, очень связана с орфографией. Даже вот эта орфограмма 15 задания, которая 1 и 2 Н, она же связана с частью речи. В прилагательных причастиях написание разное. Если ребенок не помнит, что он проходил в 5, 6, а особенно в 7 классе, потому что эти части речи проходят в 7 классе, ему сложно в 11 классе выполнить ЕГЭ успешно. Поэтому видите, что у вас, ну, как сказать, проблема с орфографией. Повторяйте школьный курс 5, 6, 7 класса. Если проблема с пунктуацией, это 8, 9 класс, тогда, естественно, вот эти задания с 9 по 21 нужно особенно разбирать. А как вы думаете, пробный вариант тяжелее, чем основной экзамен все-таки? Не могу так сказать, что тяжелее или нет. Вы знаете, мы стараемся, конечно, пробники проводить, варианты брать, я не скажу, что простые, посложнее, чтобы ребенок не расслаблялся. Потому что, согласитесь, когда вы в сборнике прорешиваете 36 вариантов однотипных заданий, создается иллюзия, что я все могу, я со всем справлюсь. А потом приходит на ЕГЭ, а ЕГЭ по русскому языку, дай бог, в этом году будет 31 мая. И вроде бы тема-то знакомая, да? Но вот именно манера преподнесения, форма преподнесения немножко другая. И вот здесь вот, понимаете, шаблонность мышления, она может, конечно, сыграть вот такую плохую роль. Хорошо, спасибо. Дальше идем по презентации. Смотрите, ну вот это вот первое задание, о котором я говорила, конечно же, вызывает много вопросов. Здесь Ирина Петровна Цибулько советует нам задать себе в первую очередь три вопроса. Первый вопрос – с кем говорим? Второй вопрос – где говорим? И третий вопрос – с какой целью мы говорим? Потому что лингво-стилистическое задание, оно проверяет знания стилистики. Ну, честно сказать, стилистика в школьном курсе русского языка, так скажем, представлена бедно. И поэтому это задание новое и, соответственно, вызывает много вопросов. Поэтому, да, нужно знать и помнить о пяти функциональных стилях речи. Это во-первых. Но, во-вторых, здесь ведь нужно понимать, что каждому стилю свойственны свои какие-то языковые черты. Вот посмотрите, здесь на слайде вы видите текст об экологии. В первом абзаце дается определение экологии. Во втором абзаце говорится о том, что есть так называемая духовная экология. И в третьем абзаце вывод такой подводится о том, что язык – это основа национальной памяти. И вот по такому примерно тексту, соответственно, даются следующие задания. Я хочу сказать, что в первом задании, возможно, два варианта. Ребята, это вариант, когда истинное утверждение не соответствует примерам из текста. Утверждение истинное, оно не соответствует примерам из текста. И второй вариант, когда утверждение истинное приводится в формулировке, но приводятся ложные примеры. И эти оба варианта нужно учитывать. Поэтому я считаю, что здесь должно быть, естественно, понимание сути каждого стиля речи. Потому что, когда мы читаем каждую формулировку, мы должны понимать, о чем формулировка. Наряду с общей употребительной лексикой в тексте используются термины. Естественно, мы должны вспомнить, что такое термины, что такое слова, отражащие проблематику текста. И вот те примеры, которые в скобочках приведены, соответственно, курсивом, мы должны найти их в исходном тексте. Были ли они или нет, не полениться, подчеркнуть карандашиком их в киме. И когда утверждение истинное и примеры истинные из текста, это вариант ответа нам подходящий. Плюс еще что хочу сказать. В этом задании, как и во многих других, возможно, два, три или четыре варианта ответа. И вот я наблюдаю за детьми много лет, знаете, это такой психологический момент. Два ответа. Мало, четыре много, а три вроде бы посерединке нормально. Ребята, мы не гадаем на кофейной гуще. Два мало, четыре много, а три нормально. Мы все-таки всегда основываемся на понимании, на теме. И вот когда вы уверены в своих знаниях, вы не будете думать два, три или четыре, это не рулетка. Вы будете уверены четыре, да, вот как в этом варианте, и это будет верно. Поэтому я всегда рекомендую, конечно же, не делать задания рандомно, используя вашу лексику, да, молодежно. А всегда основываться на теории. Тем более теории много по каждому из этих заданий вы можете найти. Давайте вот поподробнее. Получается, вот здесь то, что в скобочках указано, это так шпаргалка небольшая. Это, да, то, что в скобочках указано курсивом, это как раз примеры из вот этого текста. То есть мы читаем формулировку, использование метафор, в скобочках пошли метафоры. То есть мы должны найти эти формулировки в тексте и решить для себя, а это метафора или нет. И когда у нас все сошлось, мы выбираем этот вариант ответа. Плюс вот обратите внимание, пятая формулировка, текст относится к научному стилю речи, так как основные цели автора, значит, сообщить информацию, имеющую практическое значение. И правда, если мы посмотрим на исходный текст, первый абзац, читая только первый абзац, можно подумать, что это отрывок из научного стиля. Но читая второй и третий абзац, мы понимаем, что это публицистика. Поэтому здесь должно быть, знаете, это называется функциональное чтение. У нас, к сожалению, дети сейчас не понимают, что читают. К сожалению, не понимают. Поэтому функциональное чтение приводит к тому, что вы анализируете текст, анализируете языковые средства и, соответственно, выбираете правильные варианты ответа. Правильные два, три или четыре варианта ответа. Прошу обратить ваше внимание на следующий слайд. Здесь представлены непосредственно функциональные разновидности языка. У нас их пять. Напомню вам, что вот эти вот три стиля посерединке, официально, деловой, научный и публицистический, называются книжными. Почему? Потому что они реализуются в основном в письменной форме. Поэтому, конечно же, у них есть свои особенности. Согласитесь, причастные и депричастные обороты мы в устной речи не используем. Мы их используем в письменных текстах, да? Потому что это всегда текст вторичный, мы продумали, а потом записали. Или вот от именной существительной, типа взаимодействия, вклад мы тоже используем в письменных стилях. Если вы будете чувствовать каждый стиль, о чем же он? Где он встречается? Возвращаясь вот к слайдам, да? С кем говорим? Где говорим? И с какой целью говорим? То, конечно, задание вы выполните верно. Потому что разговорная речь, она совершенно специфическая. Это неформальное общение с родственниками, с друзьями, да? Мы же используем невербальные средства общения. Язы, художественные литературы тоже особенные. Там много средств выразительности. Там очень сильно авторское начало, да? И так далее. Поэтому первое задание, оно требует много внимания. Но мы, наверное, перейдем к следующему заданию, потому что хотелось бы поговорить и о других изменениях. Вот, пожалуйста, задание номер 16. Помните, я вам говорила о том, что общий балл за работу снизился с 59 до 58. Почему? Напомню вам, что у нас есть в тестовой части задания, которые оцениваются не одним баллом. Восьмое задание, самое дорогое его еще называют, восьмое задание оценивается в 5 первичных баллов. Двадцать шестое задание оценивается в 4 балла. Вот это шестнадцатое задание раньше оценивалось в 2 балла, сейчас оценивается в 1. Ребята, здесь сам материал не изменился. Мы проверяем знания пунктуации в предложениях с однородными членами и понимание знания пунктуации в предложениях сложных сочиненных. Но когда, опять же, перед вами 2, 3 или 4 варианта ответа, и вам нужно выбрать, мы опять начинаем сомневаться. Согласитесь, раньше два варианта, одно предложение с однородными членами, одно, значит, предложение сложно сочиненное. А сейчас вот эта вот неуверенность сможет привести к ошибкам. Особое внимание, знаете, хочу обратить внимание на какие предложения, где однородными является прилагательный и причастный оборот. Давайте приведу пример, и вот вы проанализируйте. Перед нами открылся большой, чуть розовеющий небосвод. Смотрите, перед нами открылся большое определение, выраженное прилагательным, запятая. Чуть розовеющий, причастный оборот. Соответственно, так как причастный оборот зависимым словом стоит после прилагательного, между ними мы ставим запятую. А теперь поменяем их местами. Перед нами открылся чуть розовеющий большой небосвод. Интонация другая, запятая отсутствует. И вот такие случаи, да, на употребление однородных членов, как раз-таки мы рассматриваем в этом задании. Обратите на них внимание. Понятно, что и пунктуация сложного сочиненного предложения остается актуальной, ее никто не отменял. Но это вот, если говорить по 16-му заданию, такие изменения. У вас просто на слайде вы видите примеры с употреблением однородных членов. Здесь запятая будет в первом предложении, как операми композитора, так и его симфоническими произведениями. Это парный союз, как так и не только, но и у нас есть союза, где запятая ставится внутри пары. Дальше во втором предложении однородное определение точной, простой и живописной, где запятая стоит после точной. Мы говорим о том, что выбирается ответ с одной запятой. Первый, второй вариант. В третьем предложении у нас такое с подвохом. Посмотрите, кто кое-где при дороге попадается угрюмая ракита или молодая березка. Здесь два однородных подлежащих, ракита или березка. Исказуемо у них общее одно, но стоит оно перед подлежащими. Запятая здесь не ставится. В четвертом предложении мы говорим о том, что отсутствуют запятые вообще, хотя там три союза и. И вот это вот поверхностное чтение предложения может привести к тому, что вы наставите запятые везде. Анализируйте, а что связывает союз и. Первый союз и связывает слова в преемственности традиций народных мастеров и верности. В преемственности и верности. Второй союз и вообще ничего не связывает. Он одиночный. Третий союз и связывает слова успеха и популярности. Только функциональное чтение и понимание текста ведет вас к успеху. И пятое задание. Здесь в пятом предложении приводятся две грамматические основы. Лес отдыхает и степи обдает, где запятая ставится переды. Вот такой анализ выделения грамматических основ. А надо сказать, что все задания по пунктуации с 16 по 21 мы делаем через грамматическую основу. Выделяя подлежащее и сказуемое, или возможно только односоставное предложение, только подлежащее или только сказуемое. Они расставляем запятые, как получится, как сказать, по интуиции. А скажите, пожалуйста, а с чем было связано то, что убрали один балл? Вы знаете, получается один балл убрали, но вы не переживайте. Один балл убрали, нас нигде не ущемили. То есть с 59 до 58 баллов понизился балл, 100 баллов так же и остались. Ну, я бы сказала, задание усложнилось. С чем это связано? С осложнением задания. Еще раз, выбирая два варианта ответа, мы знали, что одно будет с однородным членом, а второе сложно сочинено. Сейчас мы выбираем два или три или четыре варианта ответа с одной запятой. И опять же, возвращаясь к теме неуверенности в себе, мы начинаем гадать, а сколько тут вариантов ответа. Я бы сказала, усложнилось задание. А балл убрали, наборный задание. А балл убрали, да, балл убрали. Поэтому, может быть, где-то есть смысл оставлять балл. У нас ОГЭ так изменилось. Это как раз вот, ребята, вы же как раз выпускники, которые два года назад не сдавали ОГЭ и радовались этому факту. Если вы помните, в этом году произошли глобальные изменения в ОГЭ по русскому языку. И тестовая часть, там были задания со 2 по 14, уменьшилась там в два раза, со 2 по 8 задания в тестовой части. И там вся орфография вообще в одно задание умещается. Ну, сейчас умещается. То есть вот это уменьшение заданий, но увеличение информации, которая в нее проверяется, естественно, конечно, сложнее. Опять же, возвращаясь к тому, что у нас несколько вариантов ответа, и мы должны внимательно вчитываться в каждую формулировку. Поэтому это вот в данном случае говорит об усложнении заданий. Еще одно изменение, которое я хотела бы рассказать вам, это 19 задание. Это тоже задание, связанное с пунктуацией. Значит, напомню вам, что в этом задании проверяется умение расставлять знаки припинания в сложно подчиненных предложениях. И это программа 9 класса, ребята. Это программа 9 класса. Напомню вам, в 8 классе мы изучаем пунктуацию простого предложения. В 9 классе пунктуацию сложного предложения. Мы говорим о том, что в сложном подчиненном предложении выделяется три вида подчинения. Однородное, неоднородное, или параллельное его еще называют, и последовательное. И понимание структуры и сути вот этого подчинения ведет к тому, что, конечно же, в предложении расставляются знаки припинания. В 19 задании в этом году расширен материал. И вы можете встретить предложение с так называемым комбинированным подчинением. То есть это предложение, которое, к примеру, содержит однородное подчинение. Это придаточное, которое отвечает на один и тот же вопрос. Зависит от одного и того же слова в главном предложении. Связано там одним и тем же средством связи. Плюс, например, кроме однородного будет последовательное подчинение. То есть там как минимум четыре грамматические основы. И вот здесь возникают сложности. Потому что мы не любим или не хотим или не можем выделять грамматические основы и адекватно находить взаимосвязь между предложениями. Вот смотрите, какое предложение предлагается на слайде. Если мне хотя бы в малой доле удалось передать читателю представление о прекрасной сущности писательского труда, то я буду считать, что выполнил свой долг перед литературой. Что я вам говорила про задание, связанное с пунктуацией? Ищем грамматические основы. Грамматическая основа – это так называемый скелет предложения, на котором уже все это мышцы и так далее в виде однородных членов и причастных оборотов нарастает. Посмотрите, их тут всего три. Удалось передать односоставное безличное предложение. Вторая грамматическая основа – я буду считать двусоставное предложение с составным глагольным сказуемым и выполнил третью грамматическую основу. И мы говорим о том, что здесь вторая вот эта часть, то я буду считать, будет главное предложение. Мы задаем вопрос к первому предаточному. Я буду считать, при каком условии, если мне хотя бы в малой доле удалось передать читателю представление о прекрасной сущности, запятую мы ставим в цифре 3, предаточное обстоятельственное условие, мы видим с союзом, если... И далее после главного предложения идет предаточное изъяснительное. Буду считать, что выполнил свой долг перед литературой. Мы говорим о том, что в этом предложении предаточное разное – это предложение так называемым неоднородным или параллельным подчинением. Но на ЕГЭ, ребята, в этом задании мы можем встретить еще какую-то грамматическую основу, и эта грамматическая основа, естественно, усложняет предложение. Поэтому 19-е задание, оно стало более объемным. Более объемным. Вот это те изменения, которые произошли в ЕГЭ по русскому языку. Давайте вернемся к первому слайду, о чем мы с вами говорили. Вот к этим изменениям. То есть первое задание поменялось. Дальше, знаете, раньше были нарекания о том, что первое задание, оно никак не было связано с русским языком. Там нужно было найти главную мысль, как она сжатая, излагается. И говорили все, ну, для чего это задание в ЕГЭ по русскому языку? Вот держите, Ленгва, стилистическое задание, теперь все по русскому языку. И теперь здесь глубокое понимание стилистики. Стилистика, она в школе не очень хорошо изучается, потому что, ну, вы знаете, название функциональных стилей, да, вы знаете. А здесь же еще на языковом уровне нужно понимать, что причастная идея, причастная оборота, а от именной существа, от глагольной существительной, это показатель чего? Письменных стилей. Каких? Официально-делового, научного и публицистического, да, что какие-нибудь уменьшительно-ласкательные суффиксы, да, и вся такая экспрессивная лексика – это признак разговорного стиля или, возможно, публицистического. Поэтому первое задание, я считаю, да, оно стало сложным. Шестнадцатое задание усложнилось в том плане, что мы, соответственно, выбираем два или три или четыре варианта ответа для получения одного балла, ребята, да. И третье задание, девятнадцатое, тоже расширилось, потому что теперь мы здесь ждем предложений с разным видом подчинения, да, комбинированное подчинение, так называемое. Вот. По поводу оценивания сочинений от 70 до 150 слов. Ну, в принципе, мы все пишем сочинения больше 150 слов, поэтому, я думаю, проблем с этим не будет. Итоговое сочинение все мы в декабре пережили, слава богу. Да, там было у нас минимум 250 слов, здесь 150 слов уж мы не напишем. Про сочинение, конечно, знаете, это отдельная тема, знаете, почему? Потому что вот этот 58 баллов, да, первичный балл, он ведь складывается из чего? Мы получаем 33 балла за тестовую часть задания с первого по 26-е и 25 баллов за сочинение задания 27-е. Ребята, за три с половиной часа, вернусь к слайду по времени, конечно же, я бы сказала так, час-полтора нужно писать тест, вот вы начали выполнять ЕГЭ в 10 часов, в 11, в 11.30 листочек с тестом вы должны от себя отложить, и писать сочинение, чтобы написать нормально черновик, перепроверить его, кто может написать черновик в два раза, это вообще прекрасно будет, потому что первый черновик обычно бывает, ну, грязный такой, да, и переписывая на беловик, некоторые ошибки можно перетащить в беловик, и, соответственно, писать сочинение. Если мы говорим о вторичных баллах, 33 балла теста соответствует 60 баллам вторичным, и 25 баллов за сочинение соответствует 25 баллов 40 баллам. 60 плюс 40, согласитесь, это почти половина баллов. Поэтому сочинение 2-2,5 часа нужно писать обязательно, если вы хотите получить высокий балл. Я вот хотела вернуться еще к первому заданию. Если мне память не изменяет, когда я писала ЕГЭ, у нас во второй части тоже был текст, и мы там тоже со стилистикой какие-то задания были связаны. Это схожие задания? Они остались, да. Это вот, вы знаете, если я правильно понимаю, мы говорим про 23 задания. Да, эти задания остались, но там, да, обычно про типа речи говорится, и там дальше есть задание по лексике тоже, оно касается так или иначе стилистики. Они схожи, но первое задание, оно более глубокое. Поэтому поверхностного, так скажем, поверхностного знания стилистики здесь будет недостаточно, ребята. Поэтому здесь, конечно, надо копать глубже. Бывает такое, что некоторые задания между собой как-то связаны, какие-то подсказки имеют. Естественно, естественно. И вообще я вам советую, возвращаясь к сочинению, внимательно читать текст рецензии. Напомню вам, что восьмое задание, которое оценивается 5 баллов, а двадцать шестое, которое оценивается в 4 балла, вот текст этой рецензии, он ведь очень важен. Там можно найти те крупицы интересных выражений или слов, которые можно употребить в своем сочинении. Поэтому вот, пожалуйста, читайте внимательно, да, потому что написать сочинение, например, с отсылкой к каким-то словам из рецензии в 26 задании очень даже можно успешно. Очень даже можно успешно. А как вы думаете, какие самые частые ошибки вообще у школьников? Конечно же, восьмое задание сложное, потому что, согласитесь, 5 баллов получить – это достаточно много и достаточно энергоемко. Это задание. И вот вы говорите про ошибки, я бы даже сказала, знаете, про что? Про оформление. Смотрите, есть такие вещи, которые вроде бы как не обговариваются, а потом бывает очень обидно, если ошибки. Ребята, в восьмом задании 5 клеточек для ответов, в двадцать шестом задании 4 клеточки. Бывают дети неуверенные в себе, пропускают клеточку пустой. То есть из пяти клеточек одна пустая. Не уверен в ответе – пошел дальше. Ребята, машина не засчитает ни одну клеточку, ни один ответ. Будьте внимательны. То есть не уверены в ответе – напишите любую цифру, которую предполагаете, но не оставляйте клеточку пустой. Это 10 вторичных баллов, если мы говорим про восьмое задание. Если мы говорим про 26 задание – там 4 варианта ответа. Соответственно, тоже все клеточки должны быть заполнены. Тест проверяет машина. По тесту вы никаких вопросов задать не можете. Это первый момент. Второй момент. Вы знаете, есть задание 14, в котором нужно выписать два слова. Это задание на слитное, дефисное и раздельное написание слов. Очень часто задают вопросы по тому, как же в эти клеточки уместить слова. Например, правильный ответ содержит длинные конструкции, типа «впоследствии» и «наряду». Ну, что-нибудь такое. Там нужно выписать два слова. И когда выпускник пишет эти слова в клеточке, он понимает, что буковки не помещаются. Вот такое тоже бывает. Вот с того момента, как вы поняли, что буковки не помещаются, пишите по две буквы в одну клеточку. Раньше говорили, вот, значит, оставляйте все, что не дописали, то, что не вошло, обрезать нужно. Нет, ребята, не обрезаем. Мы говорим о том, что вот эти буковки мы по две буковки в одну клеточку пишем. Вы помните, наверное, что в бланке всегда есть место для изменения ответов. Поэтому вы чувствуете, если там, ну, где-то напортачили, сделали ошибки, вы всегда вниз можете перенести этот номер задания и вариант правильно. Поэтому в 14-м задании, если у вас два длинных слова, и не помещаются в клеточки, вы их как можете, так и умещаете по две клеточки, по две буковки в одну клеточку, имею в виду. Вот этот вопрос часто задают. Это вопрос вроде бы чисто технический, вот про то, что заполнить все цифры в клеточке, все буковки уместить в 14-м задании. Технический вопрос, но иногда приводит к таким результатам, что задание не выполнено, а я не знал. Или вот это вот слово по-другому, которое с дефисным написанием. А как его записать в клеточке? Дефис не пишется. Тоже важный момент, да, тоже не проговариваем. Ну, а вдруг попадется дефисное написание в 14-м задании? Ну, хотя редко, но тем не менее. Дефис не пишется. Я помню по психологии вот моего класса, когда я училась, у нас вообще учителя говорили, если у вас не помещается, значит, неверный ответ. Вот, вот видите, вот психология страшная вещь. Если у вас не помещается, значит, неверный. Если 4 ответа, это много, да? Если у вас не помещается, это неверный ответ. Ребята, если у вас не помещается, это может быть верным ответом, поэтому давайте поговоримся по две буковки в одну клеточку. Редко бывает такое, но бывают вот длинные конструкции, но очень редко, но тем не менее. Поэтому ни в коем случае не сомневайтесь в себе. Не сомневайтесь в себе. И дети, мне кажется, делятся на тех, кто не сомневается и делает по принципу, выбрал, не дочитал до конца и, значит, выписал ответ. А есть, которые сомневаются во всем и сидят с тестовой частью. Время прошло в сочинении писать, а он, значит, в тесте ковыряется. Все разные. Вот какую-то золотую серединку для себя найдите, пожалуйста. А что вы думаете о теории, когда учителя говорят, что первый ответ является самым верным? Согласна. Я согласна с этим. Но, понимаете, когда ты прочитал все варианты, и первый вариант, который пришел к тебе в голову, он самый верный, да, запиши его или в черновик, или в беловик, хорошо. Но не по принципу. Первый ответ, который встретился в строчке, такой тоже есть, да? Поэтому, да, конечно, я думаю, что в процентах 80 это срабатывает. То, что вы прочитали, ознакомились с материалом и выбрали правильный ответ, скорее всего, он верный. Понятно, что тут надо критику какую-то внутреннюю включать, да, и проверить все это, проверить все это правилом, а не просто потому, что я сомневаюсь и буду искать какие-то там, да, проблемы. Да, согласна. А у вас, может быть, какие-то лайфхаки есть для школьников? Для выполнения задания, вы знаете, я хотела бы рассказать вам про девятое задание. Это задание, связанное с правописанием корней, потому что очень много вопросов, это задание изменилось. Оно раньше, знаете, было с пропуском, если помните, ну вот кто помнит, да, правописание корней, раньше была гласная пропущенная в корне, и, соответственно, нам нужно было выбрать безударно-чередующиеся гласные, проверяемое дарением гласные и непроверяемые гласные. Сейчас у нас в ЕГЭ все буковки проставлены. Вы знаете, к чему это ведет? Давайте на примере слово фантастический я вам объясню. Вот мы видим слово фантастический. И нам нужно найти, например, ряд слов, где все гласные будут непроверяемые. Что у нас в голове возникает? У нас, конечно же, возникает однокоренное слово фантастика с ударением на второй слог. И мы думаем, ага, второй гласный А проверяется, значит, это слово с проверяемым гласным. А нам нужно найти непроверяемое. А что делать с первой буквой А? Ребята, такие слова, они подходят и под гласные проверяемые ударениям, фантастический фантастика, и под гласные непроверяемые ударениям в первом слоге. Очень много от коллег вопросов, от ребят вопросов, потому что задание не изменилось, а слова типа, смотрите, еще, да, давайте возьмем интеллектуальный. Интеллектуальный, да? Какой этот корень? С проверяемыми гласными или с непроверяемыми? Там есть все. То есть словом интеллект мы проверяем третий слог буквы Е, а второй слог с буквы Е мы не проверяем. Поэтому если в варианте ответа в девятом задании вам нужно найти проверяемую гласную, смело выбирайте это слово, или нужно найти непроверяемую гласную, тоже выбирайте это слово. Диалогический. Какое это слово? С проверяемым гласным или нет? Подбираем слово диалог. О проверяется, сильная позиция, а А не проверяется. Поэтому в формулировке, в зависимости от формулировки, от формулировки это слово может подойти туда-сюда. Вот это вот актуально, потому что иностранные слова с несколькими гласными в корнях, они чаще всего, гласный один будет проверяться, а второй нет. И вот чтобы не возникало вопросов и вот этих сомнений, выбирать, не выбирать, подходит под то и под другой формулировкой, и под проверяемый, и под непроверяемый гласный. Это вот то, что вот из актуального, да, то, что вот часто встречается, наверное. Я бы хотела немножко отступиться от нашей темы. У нас подписчик задал вопрос, сохранится ли эфир. Эфир, конечно, сохранится на нашем сайте Универ ТВ. И я все еще напоминаю, что мы ждем ваши вопросы в нашем инстаграм-аккауте КФУ. И мы возвращаемся. На какие задания мы можем сделать упор? Сейчас уже время подходит. Да. Надо что-то делать быстрее. Да. Я думаю, что вот ЕГЭ 31 мая, который мы пишем, я предлагаю вам эти два с половиной месяца распределить по блокам задания. Смотрите, вот на слайде, опять же, представлено задание 1, 2, 3. Это задание по микротексту. То есть что мы здесь делаем? Мы здесь изучаем стилистику и особенности языковые, которые принадлежат каждому стилю. Здесь мы изучаем средства связи в предложении, да, актуализируем понятие союзы. И мы ведь говорим о том, что в союзах бывают сочинительные и подчинительные. Среди сочинительных союзов выделяется соединительная, противительная, разделительная союза. Вот эти все, ну, вроде бы мелочи, да, связанные со служебными частями речи. Естественно, виды местоимений. Их 9 разрядов, ребята. У нас местоимения с чем ассоциируются? Ну, максимум, да, я, мы, ты, вы, он, она, они. И то, когда по лицам начинаешь менять его, ее, их, ой, как будто уже что-то изменилось, да, хотя, в принципе, местоимение, местоимение осталось. Вот актуализировать вот это виды союзов, виды местоимений и так далее. Если мы говорим про задание 4, 5, 6, 7, помните, я говорила о том, что на сайте ФИПИ есть слова с ударением с правильным проставленным. Почитайте, пожалуйста, в алфавитном порядке, или, может быть, вы разобьете их по группам, да, торты, шарфы, банты с ударением на корень, односложные слова, да, поняла, взяла, в существительных, в глаголах прошедшего времени женского рода, окончание падает, ударение падает на окончание, кроме слов «клало», «слало» и так далее. То есть я хочу сказать, что нужно группками эти слова для себя распределить, чтобы запомнить ударение в словах. Это вот блок, который второй, который связанный с нормами. Опять же, паронимы тоже есть в PDF-документе на сайте ФИПИ. Почитать пару слов, естественно, попрактиковаться на дело, а дело, дипломат, дипломант. Кто такой дипломант, не сталкивался там, не знаешь, да, кто такой дипломат, порешать. Если вот про седьмое задание говорить, задание хоть и оценивается одним баллом, но оно очень информативное. И вы знаете, хочу такую вам шуточку рассказать, фраза, послушайте. Все хотят, чтобы было по-ихнему, но по-ихнему не будет, потому что нет такого слова. Вот в седьмом задании слова «евошний» и «ихний», они, естественно, же неверные, да, это неправильное употребление местоимения. Или серия «ложь хуже всего, когда это глагол». Нет повелительной формы глагола «ложь». Есть «клади» и приставочное образование «положи, наложи, заложи». То есть знание и умение формулировать различные формы слов вам нужны для седьмого задания. То есть блоком готовимся к этим заданиям. Восьмое задание, естественно, пять баллов. Изучаем, ну, там основных десять ошибок встречается, да. Смотрим на примерах, как они могут быть выражены. Потом блоком берем орфографию. Распределите время. Например, отрешивайте первое, третье задание. Отрешивайте четвертое, седьмое задание. Отдельно уделяйте внимание восьмому заданию. Потом берете блоком орфографию. Нашли учебники за пятый, шестой, седьмой класс. Читаем все правила, вспоминаем. В интернете, благо, много всего есть. Сайт FIPI есть, грамма Т.РУ есть. Вспоминаем орфограммы, нарешиваем. И вот так вот блоками, распределив время, а не оставляя все на последнюю ночь, потому что последнюю ночь – это не наш вариант, да. Мы можем распределить эту работу. И к 31 мая прийти уверенными, и не думать, а сколько же вариантов выбрать, а проверять все знаниями. Вы прорешали орфографию, вы прорешали пунктуацию с 16 по 21 задание, вы поработали с текстом, вы пописали сочинение. Сочинение очень важное. Сочинение 6 баллов за комментарий – очень энергоемкая работа. Поэтому, ребята, пишите комментарии к текстам. Это очень важное написание, важная часть сочинения. Из 9 баллов за содержание 6 баллов уходит за комментарий. На проблему 1 балл, на авторскую позицию 1 балл, на свое мнение с обоснованием 1 балл. 6 баллов за комментарий. Тренируйтесь. Распределяйте время, тренируйтесь. Кстати говоря, о последней ночи. Вы как советуете все-таки школьникам последнюю ночь, последний день ничего не делать или все-таки надо повторять? Я бы не делала. Я бы делала с сентября по май, а 31-30 я бы не делала. Потому что перед смертью не надышишься. Вот если вы до сих пор отдыхали, ничего не делали, давайте я как-то буду тем катализатором. У вас впереди каникулы, ребята, да, мы не забываем. Распределите время и прорешайте, пожалуйста, отдельное задание на каждый блок, на каждую тематическую группу. А 30-го май отдыхайте. Потому что в последнюю ночь нет смысла что-то делать. Делайте сейчас. Двадцать с половиной месяца отличное время для того, чтобы все повторить, для того, чтобы порешать и пописать сочинение. Кстати, о сочинении я вот хотела спросить. С самопроверкой как заниматься? Потому что я, допустим, вот пишу сочинение, я же не могу его сама проверить. Кому мне обратиться? Вот если я уже все от школы отстранена, что мне делать в этот момент? Так, ну давайте. Если вот с самопроверкой вы хотите заниматься, написали сочинение, давайте пройдемся по баллам, которые можно здесь получить. За содержание работы сочинения мы можем получить 9 баллов. Как мы это делаем? Вы прям пообзацно идите. Смотрите, первое предложение – это проблема. Для формулировки проблемы достаточно одного предложения. Это может быть конструкция проблемы чего, или это может быть вопросная конструкция. Ну а за формулировку вы получаете 1 балл. Потом комментарий. Пусть будет 6 предложений. Пусть будет у вас предложение, которое нас знакомит с первым эпизодом. Советую употреблять слова эпизод и фрагмент. То есть вы говорите о том, что в одном из эпизодов текста говорится о и описываете кратко ситуацию, которая там говорится. То есть привели пример, 1 балл капнул в копилочку. И на полях себе ставите проблема 1 балл, первый пример 1 балл. Теперь мы должны его прокомментировать. Действительно, здесь мы видим, что и комментируйте своими словами. А что же в этом фрагменте текста говорилось? На поля еще 1 балл себе вынесли. Потом приводим второй пример. Следующим примером может послужить фрагмент текста или эпизод текста и рассказывать о чем он. 1 балл на поля вынесли. То есть каждое предложение должно как-то вылиться в какой-то балл на полях. Для чего вы пишете этот отрывочек? Это значит, что у вас? Это у вас пример? Это у вас комментарий к примеру? Или это взаимосвязь? Ребята, не используйте словосочетание «примеры дополняют друг друга». Это затертая до дыр фраза, которая кроме «ну вот опять», со стороны эксперта ничего не вызовет. Поэтому учитесь писать разные взаимосвязи, связки я имею в виду, и анализировать их. Шестой балл мы получаем за связку. А как именно примеры дополняют друг друга? Здесь это тоже нужно расписать. По баллам себе поставили, «получилось 9 баллов, вы молодец, вы содержание, ну, как сказать, вытянули». Понятно, что с грамотностью будет тяжелее, потому что оценивать себя, я думаю, если орфографию, пунктуацию, мы еще как-то интернет нам в помощь найти. А вот с речевыми ошибками бывает проблема. Вот здесь, наверное, уже без помощи не обойтись, потому что тавтология, плеоназм и нарушение лексической сочетаемости слов это те ошибки, топ ошибок, которые, к сожалению, встречаются. Поэтому я советую проверять себя по содержанию, по орфографии, пунктуации, ну, по поводу речевых ошибок, может быть, кого-то более компетентного человека попросить, наверное, в проверке. А есть ли какие-то шаблоны в интернете, которые можно посмотреть, чтобы... На сочинения? Да. Вы знаете, ведь раньше сочинение писалось... Мы приводили примеры из художественного текста. ЕГЭ тогда писалось три часа. Вот эти, кто помнит, тот знает, да, что ЕГЭ по русскому языку раньше писалось три часа. Мы приводили примеры из художественной литературы. Сейчас примеры приводятся из прочитанного текста. И шаблонов никаких нет. Для чего это сделали? Понимаете, когда мы читаем в 101-й работе «Войну и мир и капитанскую дочку», мы понимаем, наверное, все ведь дети одинаково не могут думать и, наверное, не могут приводить одни и те же примеры. И эксперты пришли к выводу, что, наверное, это вот написание примеров из художественных произведений, которые ты заготовил, принес в своей голове и вот просто воспроизвел к тексту, да, притянул. Ну, как сказать, это неверно. Поэтому, к сожалению, шаблонов нет. Но есть структура, есть проблема, причем, опять же говорю, есть проблема чего? Есть формулировка через вопрос. Есть слова, эпизод и фрагмент, которые я вам очень советую использовать в своей работе, приводя пример, обосновывая его. Есть водные слова. Действительно, таким образом, с одной стороны, с другой стороны, да, которые помогут вам выразить свою мысль, а начать заключение с какого-то вводного предложения или там с фразы в заключение хочется сказать. Поэтому не то чтобы шаблон, логика рассуждения должна быть. Это логика. Поэтому тренируйте свою логику, пишите сочинения и не бойтесь. 40 баллов просто так не дается. Еще я хотела спросить раньше, для получения аттестата красного нужно было набрать какое-то определенное количество баллов по русскому языку, по математике. Сейчас какие-то стандартные изменились или, может быть, все то же самое осталось? Минимальный балл. Вот он меняется, варьируется. А сейчас это 40 баллов вторичных, чтобы, значит, да, пройти порог ЕГЭ. Вообще высоким баллом считается работа, написанная на 80 плюс баллов. И вы знаете, вот если эти баллы 100 баллов разбить на тесты на сочинение, если вы пишете сочинение на 20 плюс баллов, да, из 25, вы молодец, я считаю. Потому что 20 плюс баллов, это значит, хорошая структура работы, это значит, структура, логика рассуждения, она есть. Но, к сожалению, остаются ошибки. Где-то орфографию что-то не поставил, буковку неправильно, запятую, может быть, не доставил, да, речевую ошибку допустил. Поэтому вот 80 плюс баллов работа неплохая, сочинение на 20 плюс баллов, это отлично. Минимум проходной 40 баллов. Может быть, у вас будут какие-то советы школьникам, даже не образовательные, а все-таки какие-то моральные поддержки? Моральные поддержки, будьте увереннее в себе. Уверенность берется из знания. Знания – это основа. Поэтому 2,5 месяца распределите, напишите себе календарик, разбейте задание по блокам, прочитывайте ту теорию, которая необходима для каждого блока, прорешивайте на вариантах. Благо в интернете много разных ресурсов, которые позволят вам нарешать эти варианты. С нарешиванием вариантов придет уверенность, придет понимание темы, а с пониманием, соответственно, придет успех. Поэтому, ребята, дерзайте, решайте, пишите. И я думаю, все у вас получится. Увереннее, увереннее. Удачи! Я думаю, на этой позитивной ноте мы можем завершить цикл наших вопросов и ответов. Благодарим нашего спикера за уделенное нами время. С вами была Алина Красильникова. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!